Позвольте начать нашу встречу. Я хочу представить наших гостей. Нечаев Владимир Дмитриевич, это ректор Севастопольского государственного университета. Евстигнеев, правильно? Максим Павлович. Евстигнеев Максим Павлович. Вы точнее скажете... Проектор по научной деятельности. Проектор по научной деятельности. И Владимир Олегович, руководитель департамента по внешнему связи. Правильно я сказал? Международный связь. Мы собрали, чтобы в такой камерной обстановке обсудить вопросы, которые интересуют и нас, и наших гостей. Это, в первую очередь, взаимодействие на академической платформе, взаимодействие между Арменией и Севастополем. Вы знаете, Севастополь это отдельный субъект Российской Федерации в плане обмена научными, образовательными программами. Ну а также, конечно, мы можем, я думаю, поговорить и о задачах нашего движения и как эти задачи видятся у вас, Севастополя, потому что Севастополь, Крым, это, конечно же, те субъекты Российской Федерации, которые сегодня находятся на переднем крае. И мы, конечно же, нас тоже интересует то, что у вас происходит. Два слова о нашем движении. Наше движение создано в 21 году, 6 февраля. И с того дня активно действует на благо российско-армянских отношений. Официальной задачей, конечной задачей движения является достижение такого интеграционного уровня между Россией и Арменией в экономике, политике и военном деле, военно-техническом деле, при котором возможно вхождение Армении в союзное государство Россия и Белоруссия. То есть это является нашей официальной объявленной, заявленной целью. В течение этих полтора уже года движение проводит очень активную политику в этом направлении. Это и научные конференции. Это был ряд научных конференций. На последний выпуск зачитали ваше приветствие. Это и митинги в поддержку России мы проводили. Это и мероприятия, посвященные тем или иным датам, связанным с Россией и российско-армянскими отношениями. В том числе 30 лет установленных дипломатических отношений между нашими странами. В Кады эти представлены наши друзья представляют различные вузы, различные направления армянско-образовательной сегодняшней мысли, образовательной и научной. И я думаю, что у нас будет очень интересная беседа. Прошу вас. Спасибо. Прежде всего, дорогие друзья, разрешите вас поприветствовать. Мы очень счастливы, что имеем возможность пребывать в прекрасной стране, в Армении. За эти дни несколько, которые наша делегация здесь пребывает. Ну, во-первых, смотрим на красоту страны, на красоту людей и действительно окружены очень доброжелательным, теплым отношением, за что большое-большое вам спасибо. Севастопольский государственный университет – это единственный университет, который есть в городе федерального значения Севастополь. Ну, Севастополь, как уже было сказано, как и Москва, как и Санкт-Петербург – это три города федерального значения в Российской Федерации. Севастополь, я думаю, все знают о том, что это город, который возник с выходом России из задачи выхода России в Причерноморье, был основан Екатериной Великой. Он основан был на месте древнегреческого города, который потом был и в римский, и в византийский период Херсонеса. Действительно, мы там живем, и античность, она тоже, как, наверное, в Армении, нас кругом окружает, под ногами, можно сказать. История находится везде. Город, который, безусловно, имеет стратегическое значение для России, особенно в нынешних условиях. И поэтому город, как говорится, место силы, место концентрации силы, город с историей, который демонстрирует, прежде всего, силу духа нашей страны в так сложные исторические моменты. И вот в этом прекрасном городе есть наш Севастопольский государственный университет. Севастопольский государственный университет возник путем объединения всех высших учебных заведений Севастополя в 2014 году в один большой университет. Сейчас у нас учатся порядка 12,5 тысяч студентов по практически всем направлениям. В России 8 областей знаний официальных, в структуре, все 8 областей знаний представлены в Севастопольском государственном университете. Это естественные науки. У нас есть институт перспективных исследований, который занимается, прежде всего, спектром естественных наук, преимущественно связанных с освоением мирового океана, с развитием прибрежных территорий, но не только, с прикладной математикой. Есть очень большой, наверное, самая большая у нас группа – это инженеры. Инженерная подготовка, причем в разных ипостасях, от традиционного, допустим, машиностроения до ядерной физики, IT, микроэлектроники. Практически весь спектр инженерной подготовки реализуется в Севастопольском государственном университете. Есть архитектура, строительство, урбанистика. Это то, что нас тоже связывает, ну, как бы есть целый вот такой блок. Есть даже сельское хозяйство, ну, понятно, в области виноградарства, винодельни. Есть педагогические науки, соответственно, есть институт педагогической структуры, университеты, юридические, экономические, куда без них, это тоже, как бы, такая, ну, важная отрасль. И институт общественных наук, международных отношений, как раз там дисконцентрированы, прежде всего, гуманитарные дисциплины. Мы очень много внимания уделяем истории, лингвистике, международным отношениям. И вот этот институт тоже представлен. Ну, в численности у нас 13, сейчас уже 12, сейчас произошло объединение. 12 институтов в структуре университета, как я уже сказал. Ну, вот такой большой, многопрофильный университет Севастопольский государственный. Мы активно развиваемся, входим в число 100 университетов Российской Федерации, которые Министерство науки высшего образования определило в качестве наиболее стратегически важных в рамках программы «Паритет-2030». В связи с этим мы делали дополнительное финансирование на развитие университета. Поэтому университет очень быстрыми темпами развивается. Это проявляется в разных аспектах деятельности, в открытии новых направлений, в развитии, прежде всего, научных исследований и разработке технологий. Мы, наверное, чуть позже, может быть, там, если будет интересно, Максим Павлович расскажет о этих направлениях науки. Вот. И реализуются программы по строительству и реконструкции кампусов. Университет. Мы рассчитываем, что, когда она завершится, будет один из лучших кампусов университета на берегу моря. Как мы говорим, мы единственный в России университет такой у Теплого моря, расположен на берегу Теплого моря. Студенты к нам едут из разных стран, едут из разных регионов. Собственно, выпускники севастопольских школ составляют всего 30% контингента нашего университета. Ежегодно это порядка 3000 только бюджетных мест выделяются на разные специальности и направления подготовки. По всем уровням бакалавриат, и магистратура, и аспирантура. Вот. И остальные едут со всей страны. От Калининграда до Владивостока и из разных стран мира. Около 5% наших студентов – это иностранные студенты. Ну, преимущественно, конечно, из стран СНГ, но вообще в обществе. Сейчас из 40 стран мира обучаются студенты в Севастопольском государственном университете. Мы, университет, который видит свою миссию, здесь, наверное, я бы как раз уже к нашей общей повестке хотел перейти, видит свою миссию именно в том, чтобы развивать исследования, технологии, давать прекрасное образование, развивать город Севастополь. И вот важная часть нашей миссии – это развитие международного сотрудничества, гуманитарной кооперации между Россией и странами Причерноморско-Средиземноморского региона. Ну, в широком смысле. Мы Армению тоже, хотя в Армении нет выхода, говорят, пока к Черному молю. Но, значит, мы понимаем, что по культуре, по географии Армения – это тоже часть того ареала, в котором работает Севастопольский государственный университет. Поэтому мы сюда и приехали в надежде наладить кооперацию и взаимодействие в образовательной и научной сфере. О том, какие у нас есть инструменты для этого и как, мы можем чуть позже расскажем. То есть это не просто декларацию, мы нацелены именно на практические проекты, на практические совместные действия. Но прежде чем вот к таким практическим вещам прийти, я, конечно, хотел бы сказать, что мы прекрасно понимаем общность судеб Армении, России. Причем она не только в 18-м, 19-м век или раньше. Это гораздо более глубокие исторические корни. Ну и геополитические. Вот мы, к счастью, к сожалению, но мы связаны во единое целое. Вот даже те события, которые сегодня ночью произошли, это они ведь связаны. Все то, что происходит на Украине, то, что сегодня произошло на границе Азербайджана и Армении. Это как сообщающиеся сосуды. Мы понимаем, что ну, сама объективная ситуация, она связывает наши судьбы. Поэтому, естественно, мы должны, на мой взгляд, стремиться к поддержке друг друга и стремиться к максимальному объединению наших ресурсов, в том числе в науке, в образовании, в кооперации здесь. Поэтому цели вашего движения, они, конечно, для нас очень близки и понятны. И со своей стороны, со стороны, ну, как я в данном случае, как российский гражданин говорю, понятно, что для нас все движения, которые поддерживают близость с Россией, это дружеские движения. И мы нацелены на то, чтобы как-то поддерживать, хоть университет, ну, формально всегда, вне политики, но вот поддерживать общую вот эту дружбу, кооперацию и взаимодействие. Что здесь, мне кажется, самым главным? Ну, в нашей сфере деятельности. Понятно, что есть много вариантов взаимодействия, интеграции, там, политические аспекты есть, экономические. Но в основе все-таки лежит культура, в основе лежат ценности. И мы прекрасно понимаем, что эти ценности где-то очень близки у российского, армянского народа. А ценности передаются путем воспитания. Поэтому, а воспитание – это часть, ядро образовательной деятельности. Так было, есть и будет всегда. Именно поэтому взаимодействия в области образования являются ключевым фактором, на самом деле, если в долгосрочной перспективе смотреть для близости наших стран. Очень важно, чтобы дети, молодежь из Армении ехала учиться в Россию. И наоборот, вот был вот этот опыт взаимодействия в образовательном пространстве, чтобы близки были наши, возможно, педагогические системы и системы обучения в школе. Для этого нужно, конечно, тоже, чтобы и учителя, и те, кто готовит учителей, тоже плотно кооперировались в России и в Армении. На мой взгляд. Поэтому, конечно, прежде всего хотелось бы, если есть движение, которое за взаимодействие России, за развитие контакта, все-таки просить вас уделять внимание именно вот этому аспекту, аспекту выстраивания кооперации между образовательными организациями Армении и России, между научными организациями. Наука интернациональна по своей природе, но вот здесь очень важно, и мы сегодня были в Академии наук Армении, беседовали с президентом, и почувствовали, что действительно есть очень большой потенциал для совместных научных проектов. Но именно такая научная деятельность, она потом превращается и в экономические связи, особенно в том, что касается инновационных каких-то направлений развития. Она в гуманитарной сфере, когда идут совместные научные исследования, например, в области истории, археологии или языков, она приводит, опять же, к формированию международных команд ученых. А у нас есть здесь замечательные предметы для совместных исследований. Вот, например, наш университет, он большое внимание уделяет археологии, ну, вот развивается-то направление у нас, история, археология. Мы в пяти странах мира ведем экспедиции, экспедиционную деятельность, там, от долины Гиза в Египте, там, ну, и в Абхазии, и в Судане, в Сирии. У нас очень много, на самом деле, большая такая экспедиционно-археологическая деятельность. И это всегда по этому нашему опыту приводит к тому, что ученые, ну, допустим, историки, археологи из разных стран, вот эти экспедиции совместные, они объединяются, они понимают, что у нас есть общекультурные корни, есть общая история, и это очень сильно способствует сближению между народами. Поэтому здесь тоже мы сейчас думаем, вот в рамках нашего визита, визит нас ознакомительный, ищем партнеров для того, чтобы такого рода совместные проекты, в том числе на территории Армении, реализовывать. Вот, и сам университет, Максим Павлович здесь более подробно остановится на этом, он пытается привлекать ученых из разных стран мира, но прежде всего из того вот региона, о котором я говорил, для участия в исследовательских проектах Севастопольской государственности. Это тоже очень сложные, высокотехнологичные проекты, связанные, прежде всего, с развитием высоких технологий в морской сфере деятельности, с использованием цифровых технологий для управления пространственным развитием, использованием цифровых технологий как раз для изучения, сохранения культурного наследия. Вот это вот такие очень мощные у нас идут проекты, и мы по этим и по ряду других направлений ежегодно проводим конкурсы, грантовые программы нашего университета, в том числе и среди зарубежных ученых, и считаем, что такая кооперация и молодых ученых, и ведущих ученых, она в конечном итоге тоже приводит потом к формированию устойчивых научных связей. Поэтому, дорогие друзья, дорогие коллеги, мне бы очень хотелось, чтобы вот этот наш визит, он привел к тому, что связи, ну, прежде всего, Севастопольского государственного университета с научными, с образовательными организациями Армении сформировались, выстроились такие стратегические направления. Если ваше движение будет этому содействовать, то мы, окажется, будем вместе содействовать основной задачей вашего движения. Это усиление интеграции, усиление контактов России и Армении. Ну, вот, наверное, главное, что я хотел бы сказать. Я готов потом на вопросы и про университет, и про какие-то свои взгляды и оценки. Я по своей научной, как ни странно, хотя у нас основная инженерная школа, я по своей научной специализации политолог, поэтому здесь у меня всегда смотрю на ситуацию, что ситуация через призму политики, но это все-таки, наверное, не мешает, она даже помогает руководить университетом, хотя мы очень четко академическую и политическую сферу пытаемся разнести.